доброго всем времени суток всем здравствуйте я уже мося красная еще до дома не дошла улице словно вообще плюс 3 ветерок прям ветерок ощущается как будто минус холодно лазила по делам магазин зашла сейчас кое-что вам покажу покажу ничего конечно вот такой длинный пакет и вот эта туалетная бумага все время я беру да и только сейчас обратила внимание сейчас я вам подождите найду вот смотрите написано люксус туалет папир да это туалетная бумага люксус вы где-нибудь слово люксус видите бумагой и только сейчас распознала шума и касса люксусом вытираемся дом подключить уже поздновато уже много дел попередела на еще сколько дел впереди то есть а ну да сколько позади а сколько еще впереди дел и вот хочу показать вам похвастаюсь чуть-чуть руточку похвастаюсь тоже надо тоже надо что мне дети подарили сейчас буду показывать же вот такую вот вещь кто-то ее знает кто еще не знает сейчас покажу на себе вот так вот эта вещь на мне я извиняюсь за потусторонние шумы у меня там еще стирка стирается и доча горло панит играют в онлайн игру да там да при докрикиваются напрямую друг до друга с ночи игра в общем это вот такая вещь то я всегда в общем вот такая вещь да они заряжаются третий тут три ступени света для вязания для чтения очень прекрасная вещь я ее когда увидела сразу захотела потому что у меня лампа алладина ну так как люстра 12 лампочек зачем же я когда вижу буду все 12 светить тебе до лампу включаю она мне то в глаз светит поставлю ее на потолок чтоб светила вот так вот она тогда ну тогда бывает кое-что не вижу а вот это вот ой прекрасная вещь я уже попробую советую девчули кто здесь германии на амазоне это обралось а средний сын меня спрашивал что мне надо я сказала чтобы я хотела вот вот такую лампочку подарил надо заряжается очень прекрасная хорошая вещь можно одну можно две зажигать но я зажигаю 2 на маленький огонь как говорится да на первую лампочку в общем на самую медленную так как сказать короче на самую слабую да и меня все устраивает то что советую или ну в россии в казахстане я уверена что это тоже есть это фирмы всякие да и можно самый дешевый найти покажу дальше вот такой вот чемодан чемодан еще я не думала что он такой огромный он еще как с упаковки был это сумка да еще ну пока не разложился я в него пока все как попало напхала чтобы он разложился да она сумка пока так сюда здесь кармашек запхала свои набор крючков до сюда набор спит свои запхала книжечку тоже он не выписал его просила но еще вперед 250 японских узоров не знаю откуда выписывал пошел было на русском это вот тоже кармашек да он вообще застегивается застегивается но и так как я пока напхала да не застегнуть здесь тоже есть кармашек помятая как в упаковке лежала здесь тоже можно напхать внутри эта шапка давно учена пришла ко мне назад вместе с манишкой манишку буду отделять а шапку все распускать потому что в ночь я передумала будем теперь другую шапку вязать так ну и вот напхала всю шерсть здесь такой большой отдел да пока вот говорю как попался большой один отдел а вот здесь видите кармашки вот такие вот отделяшки 4 штук и в них ложа шмоточки и смотрите здесь еще можно в крышке а за пленкой что-то ложить да вот тут вот там вон еще видите замочек сейчас я расстегну и подключусь . открывается в двух местах да вот застегивается тоже тут все и вот дырочки если вяжешь с разных ниток да никуда клубочки не убегут лежат в кармашке и можно сразу с нескольких вытащить прекрасная вещь возле себя сумку поставить и спокойно работать очень хорошая вещь здесь просто открывам бы и доставам бы все клубки которые надо да можно даже всю сумку не раздевать и здесь тоже в крышке еще один кармашка вот тоже прекрасная вещь тоже они всякие тоже от всяких фирм со всякими ценами вот такой чумодан громадный прям так еще мне мои дети подарили одну вещь дорогую вещь вот такого робота селфи-палка тоже это робот натуральный робот я уже вытащила было в таком замшевом мешочке помного еще в коробке всяких причин дал от но сейчас я вам не буду голову забивать и себе тоже я покажу это вот такой вот вот робот вот тут вот это вот еще прикручивается снизу если надо не ходить с ним да и вот ну вот раскрывается вот так ставится снимать я и не знаю когда буду мне столько надо разобраться и учить это очень тяжко для меня в общем когда он включается в общем сейчас телефона там нету да она не будет действовать но вот на кнопочку нажать видите чуде тут столько много всяких кнопочек и вот это вот большой это джойстик такой да называется это джиом 5 по-русски если она сказала люди знающие ну тогда в общем на ней и паузы делаешь не убить я ее выключу показала и хватит похвасталась и хватит в общем это такая вещь это робота он ловит кадр но затем затем следить надо то например я тут буду бегать по комнате а он будет все время меня ловить будет сконцентрирован только на мне ну например я говорю да вот что не будет на одном месте стоять а мне надо будет подстраиваться под него он будет под меня подстраиваться понимаете чем вещь я не знаю даже когда я с ним разберусь в общем когда-то разберусь вот еще от ночи вот в таком мешочке подписаны баба от внучки я получила в таком мешочке конфетку такую и вот такой крем для рук мажу очень руки мягкие прям бархатные шелковистые какое слово подобрать этот же не знаю бархатные или шелковистые или бархатно-шелковистые они у меня она пенка да и очень хорошее действие и запах намазывает там какой я у меня уже давно знает он знает да что я запахами не дружу у меня например парфюм я пользуюсь только роликом отдав который под мышкой самым таким самым простым который да за запах и у меня духе одни они как спрей даже я себе потом от этой под этим названием другие там хлоя у меня до называется вот и это еще далекой молодости я его как знала и здесь моду мне потом подарила первый раз и невестка и я уже потом сама покупала себе да это такой запах который вот вот кто не любит сильно до сильные запахи резкие и или сильно сладкие да у меня сразу голова начинает болеть и тошнить начинаем а это такой запах он вы его не слышите вот пшикнул раз себе да вот пока сразу пшикнула я его слышу потом оделась я пошла все я его не слышу а он есть есть вот и даже я себе потом хлоя life купила да а это уже совершенно не то вот совершенно не то и поэтому я как осталось на старом вкусе хлоя и я им только пользуюсь только им ничего не меняю потому что игру но не дружу ли а здесь у меня открыточка ночи она мне и конечно подписала вот так это лично это моё здесь при прилеплено было вот такая карта да на 50 евро нам каждому подарили по 50 евро и вот я например ну все кто в германии они знают одну наверное в россии в казахстане уже это есть любого магазина можно покупать да это как денежная карточка и раньше я всегда видела только ну и я вот дочи часто подружкам покупаем это да она дарит носит от любого магазина там например на какую-то сумму она дарит и потом можно идти и купить на эту карточку прийти и купить то что ты хочешь это очень прекрасно я считаю что это очень прекрасно потому что я например подарки не люблю потому что мне тяжело угодить я сама себе порой угодить не могу да а так ты денежку подарил и также я сама когда дарить я вообще не представляю как человеку подарить то что ты хочешь да а человеку может это совершенно не надо поэтому вот это вот очень прекрасный выход и я всегда думала когда с одного какого-нибудь магазина мне дарили до карты пойдешь и вот закупаешься потом то что ты хочешь да а думала всегда почему бы не приду это я уже когда думала когда я кому-то дарила дайте карточки думаю вот почему бы такую карту где много магазинов бы было указано и чтобы у человека не то что выбор был с одного магазина до пойти купить со многих магазинов выбор чтобы большой был ни с двух ни в трех даже не с 10 так вот вот здесь здесь написано девчонки которые с германии именно здесь написано что здесь можно 500 онлайн магазинах сделать до пойти себе купить онлайн зайти вести тут код до заходишь сперва на их не ну тут все если это называется она вот ждут шайда сам можно купить прям тоже ее онлайн она находится я почему знаю потому что уже одну карту мы реализовали здесь вот если будет видно мелким шрифтом мне не видно но просто вон жгут шайн да еда пункты можно купить эту карточку и реализовать вот в 500 онлайн магазинах потом может человек которому вы дарите и в пяти тысячах аж филиалах вот так вот и отец моих детей тоже получил такую карту и он ее вчера пробовал не вчера или позавчера на очень неважно он хотел себе кое-что купить ну просил меня помочь да и я поэтому заходила через вот этот сайт заходишь там вводишь и идешь в тот магазин в который тебе надо все на странице до вводишь там вот свой код сумма уже сразу высвечивается и переходишь на свой магазин онлайн и покупаешь себе то что ты хочешь одну мы уже реализовали то что для тех кто в германии это очень прекрасная вещь я считаю очень прекрасно ну вот и все теперь еще хотела показать что я на данный момент сделала сейчас покажу вот как вы думаете эта женщина много делов на много навязала правильно нифига ничего нисколько вот сколько вы не знаю в общем были такие обстоятельства кое-какие люди портят меня нервы портят нервы моим детям портят нервы мне потом через детей до естественно задевают я кстати хочу сказать сейчас мои хорошие обожжу личке закройте ушки я вот этим людям сразу плавенный привет передам именно сейчас в сторону моей бывшей или как сказать но она не бывшая как она может быть бывшая в общем покинутой мною родины с покинутой мною родины люди люди вы знаете да будете портить нервы продолжать я назову ваши имена ну страна должна знать имена героев своих героев назову ваши имена и буду о вас тоже трепаться вот здесь вам будет приятно нет закройте рот и на пожалуйста в общем все открывайте ушки ушки открывайте кто закрыл молодцы спасибо вам большое и извините меня что вам пришлось это услышать но а что делать что делать да иначе люди не понимают я уже не знаю тоже как объяснять как объяснять займитесь в общем своими делами да это я сейчас опять им опять им займитесь своими делами я знаю у вас дел о о о займитесь ими и оставьте свой свободный свой ротик свободным для покушать для молитв у вас есть за кого молиться и я думаю что у вас есть столько молиться ну я почему по себе так как я мать тоже да я уже сказала кто кто этот человек до какого рода но так вот у меня как у матери мольбами рот свой не закрывается да вот так же я вам говорю тебе займись свой рот мольбами по своих детях и внуки внуках в общем ты меня поняла все я связала вот такие вот типа как сказать они они не не варежки не митинги без крышечки и без пальчика большого до меня просто попросила мама моей внучи о том чтобы вот связать вот такие потому что так как у нас из-за короны но у нас вообще всегда была сейчас из-за корона просто окна не закрываются у детей в школе понимаете а так как холодно да и не май месяц даже и не май месяц но у нас для германии да вот декабрь этот выдался прям совсем морозное еще бывает с ветерочком данную представьте окна открытые детишки сидят и когда пишут вот в школе да вот это тут не на пальчики разделена что пальчики были свободны но также как в митингах и ребеночку я в одну ниточку да это у меня стопроцентный baby меринос не колется очень хороший это же вот я слышала что меринос не держит резинку еще как держит это я еще их не стирала вот на эти на этой покажу ну как он не держит держит еще как и тут держит тут поплотнее да я краешек закрыла что чтобы не расхлябилась да вот так вот вообще вот это все вот дел по горло вот я и говорю я уже не понимаю никогда не понимала да я я я просто свою девчуля у каждого на свое мнение да и просто ну я не хочу кого-то сейчас обидеть но всегда вот по моему мнению по моей жизни да я всегда говорила и говорю и буду говорить что я не понимаю вот тех людей то которые всегда мне говорят вот он здесь скучно да здесь заняться нечем ю моё мне некогда отдыхать честно я когда вот как например вчера мой организм просто меня вырубил вот вырубил вот все представляете вчера я вообще в шоке была от своего организма прямо хотелось ему сказать ты чё блин вот вырубился понимаете вырубился отвел меня спать уже в 10 часов вечера это вообще шок в 10 часов вечера отвел спать я так ложилась спать рано аж восемь часов но засыпала в 10 когда и дочь еще в брюншуле училась да и я работала именно с четырех часов утра там надо было вставать да это не каждый раз могла лечь во столько а тут прям он мне вчера так сказал до свидания ты как хочешь а я выключаюсь в 10 я отключилась и так отключилась шуку и что до сих пор вспомнить даже не могу не буду говорить не могу вспомнить и все это вообще для меня нонсенс да и вот кстати вот эти вот люди да вы же моему организму вот это вот делайте своими вот своим просто языком вот просто языком своим а вы думаете вам это не вернется вы не боитесь вообще да не бога и не вот этого вот который с нами все время и с вами он тоже рядом побойтесь его бога бояться не надо а его побойтесь вот еще хочу сказать когда мы люди творим неприятности когда доставляем неприятности другим людям даже не родным ладно если это неосознанно да бывает да я бывает сама неосознанно что-то сделаю да а потом через время мне или кто-нибудь кнет туда носиком или просто вот своим языком словом скажу что-то раз выпустила неосознанно и все а потом либо ткнуть носиком либо я сама бывает вспоминаю меня вот как господь возвращает да и это в памяти вот этот кусочек тебе дает вспомнить бывает иной раз даже с первого раза не понимаешь а почему я сейчас это вспомнила а потом ну потом вот как за носа дал мозгу ты думаешь 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 над этим просто господь тебе дает это вспомнить да дабы потом когда ты будешь вопрошаде к богу почему и за что да у моих детей например что-то случилось или с внучкой это я сейчас вот ну вообще всем особенно таким людям да когда мы вопрошаем почаще вспоминайте где нечаянно даже уронили слова неправильно поэтому я почему-то говорю я не говорю о том что я прям такая вся прям такая нет я прям такая потому что я над этим очень часто думаю чтобы лишний раз не уронить даже слова да какое-то чтобы лишний раз не навредить кому-то вот дабы не я даже в этот момент не думаю о том человеке на кого я это слово уронила да нет я думаю о том как прилетит потом мне побольнее а побольнее любой матери прилетит на детей и внуков но я знаю что есть такие матери а которым они сами слова слова роняют на своих детей и внуков я знаю таких матери ну так вы знаете что вам ударит вам любимым есть такие матери которые любят себя в этой жизни больше всего на свете да вообще люди есть такие которые любят сами себя больше всего на свете так вот знаете именно ударит туда что что и кого вы больше всего любите поэтому но мы взрослые люди да и мы люди мы разумные существа господь нас создал по образу и подобию своему да и не забывайте что только по образу но и по подобию и будьте подобны богу хотя бы подобны я это и себе говорю я сейчас вам говорю себе в лишний раз это повторяю напоминаю и господь нас в отличие от зверей на наградил разумом да давайте этот разум применять и не надо вредить самим же себе думаю что вы вредите кому-то другому не надо не сплетничать это сейчас привет опять не сплетничайте не надо уже знаете сплетни всегда рано или поздно дойдут до адреса то зачем это делать все в общем за и с этим заканчиваю нужен какой-то пинок волшебный опять вот вот организм отключил да ну как-то сегодня уже получше себя чувствую в плане знаете как будто вот как вам сказать вот когда генератор какой-то работает да и на нем лампочка горит дает знать что генератор работает шумит все да а вы подходите вот какой-то вентиль или что там вот так день закрываете да и лампочка упс и потухла и тишина генератор перестал работать вот так вчера случилось неплохо я себя не чувствую нет все нормально психологически немножко плохо да за вчерашний день много чего было воспоминаний каких но просто приехал ко мне племянник ко мне он сейчас находится у сына у среднего вчера приходил со средним сыном племянник мой младший которых я очень люблю так как их и всего у меня у меня лично всего два племянника которых я очень-очень люблю и многое мы что-то вспоминали вот и это многое конечно так как я эмоциональный человек я ранимый человек и чем старше становиться чем все больше родними поплакала да это было воспоминание ну да где-то и такие неприятные воспоминания поплакали а где-то но они все были неприятные расплакали но даже он хотел узнать историю да как вообще немцы в россию попали до сперва изначально он хотел это услышать от меня ну вот а для меня это все очень трогательно да почему трогательно потому что я видела этих людей я жила с этими людьми до которых это коснулось то есть со своей модарью еще именно с тем человеком до модари у нас по старому это про бабушка про бабушка мы не говорили да по-немецки по модарь и это прабабушка именно перевозила своих детей да я общалась с матерью своего дедулечки то есть она переезжала так как отца сразу забрали в трудармию челябинск она с тремя детьми переезжала вот в казахстан бабулечкина мама умерла потому что она зима это было по был холод сильный и она заболела по дороге и в скорости умерла вот их осталось 5 раз я уже как-то рассказал их осталось аж 5 детей одни отца тоже забирали в трударный потом там коллективным письмом вызвали все таки вызвали ли вот говорят как не было бы счастья до несчастья могло вот это такой этот случай что отец именно бабулечки остался жив звали его юлиус так зовут моего старшего племянника это я предложила юлиусом назвать старшего племянника младшего племянника я сама назвала эмиль он может нельзя об этом говорить я не знаю мне никто не из не приказал да я считаю что я могу это сказать так как это мои родные племянники их у жизнь я рассказывает точно уж не буду так как я ее и не знаю так как они не с нами здесь живут а вот про детство могу что-то вспоминать смешные моменты вчера и это вот при из приятных по вспоминали очень приятно вспоминать это все немножко горестно и приятно да горе сна от того что это уже все давно далеко вот но с другой стороны и сейчас есть хороший момент поэтому ну это всегда тогда трогательно душещипательно вот что хочу сказать еще ну за организма за отключение у вас так случается напишите у кого случается я не знаю мне себя аж сегодня вот в шоке до проснулась и лежу и думаю еще даже не вставая а проснулся в три часа ночи потому что я думала что я это не сделала и до сих пор я не знаю это я сделала или не я то что мне надо было сделать перед тем как уйти спать но это было сделано а мною или не но и я не это просто ужас такого еще со мной не было такого еще со мной не было я знаю что я ходила я душ уже пошла перенимать перед сном да и думаю главное сейчас из души выйти и не забыть это сделать главное вот это я помню сразу скажу алкоголь я не пью дорогие мои я не пью алкоголь своей дури хватает ой прости меня господи несу несу ересь ну правда да так что вот напишите мне а то что-то я себя прямо совсем ущербная ощущаю бывает у вас случались ли такие моменты у вас ну это капец я вот сегодня целый день хожу как в трансе в каком-то да и думаю ну как так и до сих пор вспомнить не могу представляете не могу капец просто какой-то другого слова здесь не применишь да какой еще трындец шрандец что-то типа и из-за из этой серии да доча туда и сюда туда и сюда ходит собирается пойти погулять вот с племянником то есть с ее кузыном да точно а я чуть не сказала дядей ой тетечка вам порой на покой не я сейчас пойду еще дела делать я буду варить не завтра завтра у меня уборка предновогодняя да ну потому что я по пятницам что убираюсь да то есть в понедельник и в пятницу но тут все подвигалась еще сначала вайнахтона перед вайнахтоном то есть перед рождеством и так как уборка перед предновогодняя будет теперь в среду то есть завтра до сегодня вторник видео вы увидите завтра уже в среду сегодня я его все смонтирую соберу его выставлю поэтому завтра я кроме как уборка и помывка себя ничего больше не будут в четверг я буду варить свой любименький шнит супа я задумала его это сладкий суп сейчас шум душа слышите наверно да ну шо делать вот такая жизнь вот такая жизнь я же не одна живу да не ну я могу встать пойти дверь закрыть надо закрыть все встаю закрываю вот дверь закрыла еще и при барахлилась я хочу сказать еще раз о канале валентины вязание и цветы у меня есть в канала подписках да есть ее канал заходите мои хорошие кто еще не знает не подписан я вам просто советую от всей души и сердца и человек прекраснейший на и прекраснейший и творит просто чудеса и волшебство крючком что я обожам ба я очень это люблю все эти чудеса да и у нее в голове столько всего а потом это все выкладывается на ручки а потом все это выкладывается с ручек вот в прекрасные всякие чудеса да но это я вязала не от нее это другое но она там творит в общем чудеса так что заходите не пожалеете вот посмотрите я уверена что вам понравится и подпишитесь об этом как у меня у нас двоих не забудьте кто просто в гости заглянул подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы колокольчик нажимается чтобы не пропустить последующие видео смотрите ставьте лайк если нравится дизлайк если не нравится и пишите комментарии те кто пишут те знают я с большим и огромным удовольствием отвечаю на все комментарии да ну в общем все на этом шнец супа я буду варить до для этого я уже сегодня покрошу хлеб для этого нужен я сразу предупреждаю кто хочет вместе со мной его варить кто его хоть раз в жизни пробовал ну это тоже такое на любителя супчик сладкий до который очень калорийный тут не о диете речь вот не о подсчетах калорий даже тут вообще их считать не надо ну не надо и все просто кушать и наслаждаться вот у нас например у меня в семье никто его больше не ест только я я его люблю с детства так как моя прабабушка это варила это немецкое блюдо да кто-то варит из галушек делает тесто да ну я так не люблю для меня это заклейстер ну это мое мнение опять же да девчонки я высказываю свое мнение и мальчули если кто меня смог чтоб не обиделись да что я только в девчонкам обращаюсь я тут ковыряю ковыряю всю шарку вот и для этого нужен черствый хлеб галушки мы делаем из черствого хлеба то есть хлеб который крошится хорошо вот вы ручками можете раскрошить его до мелко вот хотите из белого хлеба хотите из серого хлеба хотите из черного хлеба хотите смешайте их вот в этот раз я буду смешивать у меня просто остаток пол булки ржаного хлеба и я сегодня батон белый купила дабы это все дело смешать да буду это все крошить крошки я всегда заранее готовлю потом в пакет просто собираю или в посуде на какую-нибудь закрываю да и в холодильнике лежит несколько дней вот а потом мы будем делать варить этот суп с хлебными галушками очень вкусно но очень у меня отчим его любит очень сильно бабуля всегда когда он приезжал она обязательно варила этот суп потому что он его обожает я знаю он его обожает если он меня смотрит я буду в четверг варить суп если хочешь приходи в гости приглашаю в гости тебя на суп и вообще на новый год можешь приходить в гости так что это очень вкусный но на любителя я его он у меня на канале уже есть там где-то в начало знать в начале я прям не хочу с вами расставаться соскучилась в начале где-то есть да и у кого нет терпешки опускайтесь вниз там есть а у кого терпешка есть то в четверг я его сделаю и в пятницу я его выпущу вам на обозрение ну в общем теперь уже все сколько можно время затягивать кто будет это все смотреть да все мои ляля тополя в общем все на этом мои хороши похвасталась немножко перед вами дам получила очень прекрасные подарки которые прям мне но мне всегда дорого то что дед делают мои дети да то что дарят мои дети немного мне неприятно не то что нет немного я себя чувствую не в своей тарелке когда они они все время что-нибудь кто-нибудь из них или они все вместе отчебучивают дорогие подарки да мне тогда неприятно от того что мои дети тратятся на меня я так не хочу ну я такой человек да я вообще подарки не люблю от своих детей я их конечно же получаю вот мне и приятно и неприятно то что просто они на меня тратятся так как я еще не в том состоянии чтобы они на меня тратились да ну я я могу себе все позволить то что я хочу да и бывает что то я то что я хочу не сразу но и я все равно я себе могу здесь это позволит поэтому они молодежь я считаю что молодежь должны тратить деньги только на себя для молодежи здесь столько всего что только тратить и тратить вернее сперва зарабатывать и потом тратить поэтому я не хочу быть у них обузой да а с другой стороны мне приятно конечно приятно вот ну и мне приятно все как и приятно было то что то они в детстве у меня я не все привезла конечно за что себя очень сильно корю то что письма дед морозов до их ней подарочки их не открыточки они сами делали этом что-то клеили вырезали да еще самого мальства писали своей рукой там что-то да вот так как и внучины я храню все поделки где-то что-то она пишет да я все храню но детская все с казахстана оттуда но не все привезла турымба и это я сама себя так ласкаю да за эти вещи у меня есть здесь ну половина только где-то другую половину я просто оставила там вот поэтому собирайте эти вещи то не собирает и храните потом вместе с детьми когда они взрослые им самим даже приятно это смотреть они очень рады это смотреть да я всем прошлом году я все вытащил какие у меня есть их письма открытки я все их сфотографировала там вышло аж 70 с лишним штук вот это не все и отправила им всем фотографии всем трем сыновьям чтобы они повспоминали посмотрели то что у меня есть но так воочию в оригинале они могут каждый раз прийти я вытащу они посмотрят вот это очень-очень приятно это очень-очень душе щипательно вот но все мои хорошие все всем желаю как всегда всего самого прекрасного будьте все здоровы счастливы и любимые любите волшебства вам поздравляю вас всех с наступающим но еще поздравлю потом еще поближе до пятницу поздравлю ну и сейчас тоже с наступающей сказкой с наступающим волшебством с наступающим так сказать новым этапом наших наших жизней то есть новый год начнется до с нуля все гадости счастье счастливые моменты оставляем вот здесь все гадости забываем и так ножкой ops и переступаем потом новый год только счастливыми моментами все мои хорошие всех вас люблю ценю уважаю пока пока